Европарламент нарушает правила международного права. Как передает Баки Кобертове, Европарламент 20 января нынешнего года принял резолюцию об общей внешней политике и политике безопасности. В резолюции вопрос Нагорного Карабаха выделен отдельным пунктом. По данным источника, Европарламент принял к сведению трехсторонние заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Строго осудил нападение на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и убежище, использование кассетных боеприпасов и призвал Армению Азербайджан расифицировать конвенцию о кассетном оружии. В резолюции Европарламента также подчеркивается, что прочное урагулирование еще не найдено, что процесс определения будущего правового статуса региона должен осуществляться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе ее основных принципов. Было отмечено, что в Нагорном Карабахе должны быть обеспечены безопасность армянского населения, армянского культурного наследия, безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в места прежнего проживания. Увы, Европарламент ведет слепую политику. В течение 30 лет армяне уничтожали азербайджанское культурное наследие, уничтожали мечети, уничтожали мирное азербайджанское наследие, переселяли незаконно в оккупированные азербайджанские земли армян из Сирии и из Ливии. Во время войны были убиты сотни мирных людей, был взорван жилплощадь в Генжи, в Бердах, в Тартаре. Зачем Европарламент по этому поводу сохраняет молчание? Почему Европарламент интересует только безопасность армянского населения и армянской культуры? Европарламент, проявляя двойные стандарты в отношении Азербайджана, сам нарушает правила международного права быть объективным и вести объективную политику. В отдельном параграфе 38-й резолюции Европейский парламент подверг резкой критике дестабилизирующую роль Турции, которая еще больше подрывает хрупкую стабильность на Южном Кавказе. В резолюции содержится призыв к Турции воздержаться от вмешательства в Нагорно-Карабахский конфликт, в том числе предлагая военную помощь Азербайджану воздерживаться от его дестабилизирующих действий и активно содействовать миру. Осуждена также переброска Турции иностранных боевиков, террористов из Сирии и других частей в Нагорный Карабах. Зачем Европарламент не критиковал на протяжении 30 лет тех стран Европы, которые поддерживали армянскую оккупацию? Почему Европарламент не критикует тех стран Европы, которые один за другим признают независимость армянского сепаратического режима НКР? А вдали Европарламент осмелился призвать Европейские союзы и международные организации не допускать безнаказанности за военные преступления в Нагорном Карабахе. А вдали Европарламент осмелился призвать Европейские союзы и международные организации не допускать безнаказанности за военные преступления в Нагорном Карабахе, использование запрещенного оружия в Нагорно-Карабахском конфликте, а также подчеркивает, что необходимо разрешить оказание гуманитарной помощи пострадавшим, незамедлительно осуществить обмен пленными и пострадавшим и сохранить культурные наследия Нагорного Карабаха. Точнее, Европарламент призывает наказать Турцию за то, что братская Турция поддержала Азербайджан. Нереальная и несправедливая политика Европарламента не оставляет желать лучшего. Прежде чем наказать Турцию и критиковать Азербайджан за борьбу с террором в регионе, нужно наказывать тех международных организаций, которые, предъявляя двойные стандарты, нарушают международные правила объективности. Нужно добиться наказания во что бы то ни было, так как подобные выступления доказывают, что международная организация в лице Европарламента выступает с точки зрения своих интересов в регионе. А это такая позиция, что противоречит международного права. Бакюхабар ТВ, с вами была я, Улькиар Фарман Кызы. Не забывайте подписаться на наш канал и ставить лайки.